Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о книге «Второзаконие» Клаве 31. Осталось совсем чуть-чуть, и книга «Второзаконие» будет закончена. И это очень глубокое, интересное, многогранное, многоплановое сочинение будет нами уже закончено. Спасибо всем, кто слушает эти лекции, пытается читать книгу «Второзаконие». Возможно, кого-то мои лекции сподвигли к тому, чтобы заняться более глубоким изучением и Тары, и всего Ветхого Завета, а, возможно, и еврейского языка. Это все очень благородно, это все очень такие для верующего христианина свои, и такие легальные, законные, уместные начинания и почтенные интересы. Итак, читаем главу 31, комментируем, что тут написано интересного. Итак, закончена очередная речь Моисея, и вроде бы все самое главное сказано, хотя там будет еще одна маленькая речь и одна такая песня, одно песнопение, которое Моисей сообщает своему народу, чтобы они исполняли. А потом будет изложение того, как Моисей умер, и глава, и книга «Второзаконие» или «Дворим» по-еврейски, она будет уже, она закончится. Глава 31 имеет такое условное, так можно назвать ее, а что будет после Моисея? А что будет после? Вот Моисей знает, что он уже человек престарелый, и уже ему не все по силам, и кроме того, всем понятно, ему это известно, что ему не войти в Ханан, не пересечь Иордан, он должен остаться на холмах Моава, там суждено ему закончить свою жизнь. И возникает вопрос, а что заменит Моисея в его народе, для его народа? И вот возникает тут такая интересная модель. Во-первых, возникает идея преемника, то есть у Моисея будет преемник, и преемник имеет такое знакомое каждому из нас имя Иисус, или по-еврейски Иешуа, Иисус Навин, Иешуа Бен-Нун, вот так называется он по-еврейски. Поэтому человек может быть преемником человека, при разнице их масштабов, при разнице их заслуг, при колоссальном отличии в том, какое было качество, какая была интенсивность взаимоотношения с Богом, все равно преемник человек он может быть. Это первое. Второе. Указывается на то в этой главе, что преемником Моисея, как будто бы его заместителем, каким-то викарием, что ли, является Слово Божье, является Тора, является то, что те законы, которые Моисей изложил своему народу. Вот в этой комбинации человек-приемник, исполняющий какую-то миссию дальше в истории, миссию Моисея, первое, второе, священный текст, в этом отношении вакуум присутствия Моисея не будет таким драматичным, не будет таким каким-то вопиющим и взывающим к небесам и к сердцам людей. Ну, давайте почитаем и будем комментировать. Моисей пошел и возвестил все это всему народу Израиля. Моисей сказал, мне уже 120 лет, не посела мне больше походы. Кроме того, Господь сказал мне, тебе не суждено перейти Иордан. Ну, вот понятно, да, что Моисей уже старик, ему уже больше 100 лет, у него уже не очень много сил. Кроме того, вердикт Бога не имеет пересмотра. Моисей не будет завоевателем. Моисей будет спасителем. Моисей будет тем, кто провел по пустыне народ Израилев и спас его от ерма египетского рабства. «Господь, ваш Бог, сам поведет вас, он уничтожит живущие там народы, и вы овладеете их землей. Иисус поведет вас, как и велел Господь». Довольно странный стих, в котором одновременно указывается, что и сам Господь будет вас вести. Но видите, в чем нюанс. Для сегодняшнего дня этот нюанс имеет силу в нашей жизни. Для того, чтобы Бог сделал что-то, ему нужен на земле человек, который сделает это. Вот так вот. Да, Бог посылает нам исцеление. Но через врача, который имеет специальное образование, навыки, внимание к пациенту, таланты, дарование и так далее. Да, Бог нам даст богатство, если мы об этом просим. Но каким образом? Он даст нам возможность учиться, развиваться и расти в карьерном отношении. Да, Бог даст нам семейное счастье. Но каким образом? Он даст нам женщину, которую мы будем любить, с которой мы будем пытаться сделать Эдем в нашей жизни, и потом появятся дети и так далее. Вот так вот Бог действует. Поэтому Бог будет вашим руководителем, но без Иисуса Новина и его специфических свойств характера, без его мужества, даже у Бога ничего не получится. Господь делает с этими народами то же самое, что сделал Он с Сихоном и Огом, аморийскими царями, и с их землей. С Сихона и Ога Он уничтожил. Первые главы книги Второзакония, рассказывающие о конве исторической исхода и путешествия иудейских племен в Зайорданье, как раз вот там и изложена эта история, что случилось с Сихоном и Огом, царями амореев, которые никак не могли ни в чем уступить евреям, даже на таких довольно справедливых условиях, потому что было предложено им покупать у них и еду, и воду, но это их не устроило. Господь дарует вам победу над этими народами, и вы поступите с ними так, как Я вам повелел. «Будьте твердыми и стойкими, не бойтесь и не страшитесь врагов. Вместе с вами идет Господь ваш Бог, Он не оставит и не покинет вас». Очень сильные слова. «Не бойтесь, потому что с вами Бог». «Не бойтесь, идите, будьте твердыми и стойкими, ведь с вами Бог». Или скажу по-другому «Не бойтесь, идите, будьте твердыми и стойкими, и тогда, лишь тогда, получается, будет с вами Бог». Моисей позвал Иисуса и в присутствии всех сынов Израилевых сказал ему «Будь твердым и стойким». Ты поведешь этих людей в страну, которую Господь обещал отдать им. Он поклялся в этом их прародителям, ты сделаешь эту страну их владением. Вообще, друзья, будь твердым и стойким – это есть девиз каждого верующего человека. И ветхозаветного, и новозаветного израильтянина – будь твердым и стойким. Если есть цель, если есть задача, если есть какое-то правило, будь максимально твердым и стойким в его исполнении, ни больше, ни меньше. «Пред тобою пойдет Господь, Он будет рядом, Он не оставит и не покинет тебя, не бойся и не срошись». Дальше, после того, как рассказано об Иисусе, дано Ему вещевание, речь идет, заходит о втором преемнике, втором заместителе Моисея, это есть учение Моисея. Учение является заместителем, векарием, что ли, местоблюстителем, отсутствующим до порода времени разначальника всего этого движения. То же самое и у нас, векарием Христа на земле является его христианское, евангельское учение, ни больше, ни меньше. Записав этот закон, Моисей передал его священникам, потомкам Левия, которые носят ковчег договора с Господом и старейшином Израиля. Он велел им каждый седьмой год в год прощения долгов на празднике шалашей, или по-нашему, по-более привычному, это праздники кущей, кущей, это осенний праздник, календаря библейского, иудейского. Когда все сыны Израилевы предстанут пред Господом вашим Богом на том месте, которое он изберет, читайте этот закон вслух, чтобы слышали все сыны Израилевы. Закон нуждается в повторении. Без повторения, без перечитывания снова и снова знакомых, уже которыми как будто бы звучили слов из Писания, все впустую. Все забывается, поэтому нужно каждые семь лет собираться и прочитывать, перечитывать все, что Бог нам завещал. К слову сказать, это есть хорошее правило для христианина. Каждые семь лет прочитывать всю Библию, весь Ветхий Новый Завет. Есть специальные программы, есть специальные такие планы, есть приложения для смартфонов, помогающие нам за год, либо там за какое-то другое время, прочитать всю Библию, не торопясь, соблюдая дисциплину и регулярность в этих добрых начинаниях, в добрых усилиях. Собирайте весь народ, мужчин, женщин и детей, а также переселенцев, что живут в ваших городах. Пусть слушают и учатся, они должны бояться и чтить Господа вашего Бога и неукоснительно исполнять этот закон. Обычно, как правило, главным субъектом религиозной жизни для Ветхого Завета является мужчина, скажем по-другому, взрослый или зрелый, как правило, женатый, свободный мужчина-израильтянин. Это вот есть тот человек, к которому обращены божьи заповеди и которые отвечают за их исполнение. В этом отношении религия Ветхозаветная является религией или долей, или уделом мужчин. Мужчины практикуют все эти божьи хуким, митцвод и прочие заповеди, уставы и заветы. Но вот тут другая ситуация. И женщины, и дети, и даже переселенцы не чужды всего этого, не свободны от этого права слушать и исполнять Божий закон. Поэтому раз в семь лет положено собираться все вместе, чтобы в святилище прочитано было им присутствие всех людей, собравшихся, закон Моисеев. Как это практиковалось, это уже вопрос второстепенный. Мы этого не знаем. Мы знаем, что такие чтения, такие собрания были при царе Иосии, а это уже получается у нас седьмой век до христианской эры, спустя события схода прошло, получается, уже примерно, может быть, пятьсот лет, пять столетий. Что было между, мы такого ничего не знаем. Возможно, и ничего этого не было, и возможно, что не так уж регулярно, и не все уж собирались в святилище. Но традиция перечитывания, публичного собрания для того, чтобы что-то совместно перечитать, прочитать, это есть, конечно же, очень древнее установление ветхозаветного благочестия, ветхозаветной религии. Пусть дети, которые еще не знают этого, тоже слушают и учатся. Они должны бояться и чтить Господа вашего Бога. Так должно быть все время, пока вы будете жить в той стране за Иорданом, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Вот так. И дети, пускай они сидят, слушают, учатся, запоминают и своим детям пересказывают. Религия, закон Божий, это есть семейное дело. И люди семейные должны практиковать, как и в наше сейчас нынешнее карантинное время, открывается очень древняя истина. Религия – дело семей. И задача семьи – организовать свою жизнь так, чтобы в этой семейной жизни все было, ну, кроме Евхаристии, все было бы присутствовало, достаточная была бы полноценная религиозная жизнь. «Господь сказал Моисею, близок час твоей смерти, позови Иисуса и предстаньте предо мною в шатре встречи». Ну, по-другому это так можно назвать, «скиния завета», «скиния встречи». «Там я дам ему распоряжение». Моисей и Иисус пришли в шатер встречи. Господь явился им там, как столб облачный, стоящий у входа в шатер. Очень важная вещь, видите, как будто бы Моисей, фигура колоссальная, фигура такая фундаментальная, базовая для всего Ветхого Завета, как будто бы, ну, по-нашему, рукополагает, поставляет в преемнике своего сподвижника, своего, может быть, не знаю, товарища, даже или ученика Иисуса, Ишуабенун, Иисуса, сына Новинова, Иисуса Новинова. Вот, но одного этого решения мало, видите, одного этого недостаточно. Надо, чтобы у самого Иисуса, у преемника, был бы опыт личный, решающий, преображающий встречи с Богом. Тогда преемство состоялось, тогда все работает правильно. И вот как раз вот символ всего этого описанного, но является встреча в скине Завета Иисуса и Бога, вот Бог присутствует в этом свидании в виде столпа облачного. Господь сказал Моисею, «Скоро ты упокоишься с твоими предками, а этот народ начнет блудить с чужими богами, с богами той страны, в которую он вступает. Они оставят меня, нарушат договор, который я заключил с ними. Тогда я разгневаюсь на них и тоже оставлю их. Я отвернусь от них, и они станут добычей чужаков». Многие беды и несчастья постигнут их, и тогда они скажут, «Эти беды постили нас из-за того, что с нами нет нашего Бога. Я отвернусь от них за их преступления, за то, что они обратились к другим богам». Запишите же себе вот эту песню. Научи этой песне сынов Израилевых, пусть они повторяют ее, она будет свидетельницей против них. «Я приведу их на землю, которую я склятываю и обещал их прародителям, на землю текущим молоком и медом. Там они будут есть досата, будут тучными, и обратятся они к другим богам, и они будут служить им. А мною они пренебрегнут, нарушат договор со мною». Ну, друзья, повторяется то, что уже много раз говорилось. Дальше будет тоже повторение еще раз по кругу этой мысли. «Я их вел-вел-вел по пустыне, охранял их, как написано, одежда их не бетшала, обувь их не статывалась. Я как будто бы на руках нес их к этому ханаану». И всех донес. Народ пришел сюда. Потом они вступят в эту землю, ее завоюют, они разбогатеют, земля хороша, при правильном отношении к ней, при правильном использовании ее, и забудут Бога. Вот это и есть мысль. Главное в книге Судии. По кругу все. По кругу. Значит, связь с Богом, завет с Ним, успех, забвение Бога, поражение, рабство, бедность, неудача, эпидемия, болезнь и так далее. Дальше делать что? А по кругу. Раскаялся, обратился к Богу, союз с Богом, с Богом. Бог спасает, дарует освобождение, процветание, счастье. И опять по кругу. То же самое здесь. Повторяется снова и снова одна и та же мысль. «И постигнут их многие беды и несчастья». И тогда эта песня обвинит их, ведь эти поколения будут помнить ее. Я знаю их сложности уже сейчас, еще не приведя их в страну, о которой я клялся. И вот постоянно говорится о том, что какая-то есть песня, и она будет изложена в главе 32. Вот мы ее разберем в дальнейших наших с вами встречах. Но пока только речь об этой песне. Песня. Песня, живущая где? Где угодно. Там, где человек, там есть и песня его. Дома, на работе, в мастерской, на рынке, в поле, в застолье. Вот эта песня. Надо ее помнить, повторять, потому что, повторяя ее, ты сможешь вспомнить что-то важное, касающееся завета Бога и его народа. Господь повелел Иисусу на вину, будь твердым и стойким. Ты поведешь сынов Израилева в страну, которую я поклялся отдать им. Я буду с тобой. Когда Моисей записал в свиток весь закон, до самого конца, он велел левитам, которые носят ковчег договора с Господом, возьмите этот свиток, законы, и положите его при ковчеге завета договора с Господом вашим Богом. Он останется там, как свидетель против вас. Ведь я знаю, что вы непокорны и упрямы. Даже сейчас, когда я еще жив, вы не слушаетесь Господа. Что же будет, когда я умру? Сберите всех старейшин, племен и старост. Я скажу им это и призову в свидетели против них небо и землю. Я знаю, что после моей смерти вы будете творить зло, свернитесь с того пути, на который я вас наставил. В грядущем вас постигнут беды, ибо вы станете совершать дела, ненавистные Господу, вызывая его гнев творениями рук своих. И возгласил Моисей эту песню до конца, и ему внимала собравшись вся община Израиля. И еще раз повторяю, песня будет дальше. Эта глава будет 32-я. А пока Моисей трижды, три раза, по кругу прошелся, описывая всю дальнейшую историю Израиля. Будет так. Вы народ непокорный. Вы любите с себя снимать иго божьего закона, божьих заповедей. Но венец этого пути, этого действия, этого решения в жизни личной, либо общественной, он печален. Это будет порабощение, рассеяние, рабство, ассимиляция, забвение своих основ и так далее. Но вы должны помнить вот все это, чтобы однажды вернуться к Богу путем раскаяния, путем обращения, путем возвращения к Богу. И хорошим подспорьем в этом отношении является песня, о которой поговорим в следующей голове. Дорогие братья и сестры, голова прочтена, голова истолкована. Партнер нашего начинания портал экзеде.ру Спасибо за внимание. Из Петербурга священник Алексей Волчков. Не болейте.